Продолжение следует... 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 один из клинических примеров с которым к нам обратился недавно доктор были установлены имплантаты в операцию расщепления овелярного отростка но к сожалению здесь был неправильно выбран дизайн разреза вообще степень мобилизации слизистон косичных лоскутов она была неадекватна состоянию клиническому в полости рта швы не были должным образом зафиксированы и не использовать дополнительные опекальные суперри остальные суп эпителиальные швы поэтому мы получили вот такую картину через три дня на третьи сутки на и на седьмой вот такую картину что вот это белое это на самом деле фибронекрозный налет вы в общем-то разошлись с первых дней и та картина которую наблюдал пациент у себя в полости рта из чем обратился потом повторно к врачу она конечно же требовала вмешательства оценивая и спустя 7 дней оценивая состояние тканей однозначно было предложено не перешивать повторно потому что это только будет истончать лоскуты которые так многократно пронизаны швами и если мы можем помочь какой-то зоне то явно не зона непосредственно эту фибронекроза какими-то санациями повторными или ревизиями так далее а мы можем помочь состоятельности тех мягких тканей которые окружают вот эту зону расхождения швов чтобы сделать лоскуты более питательными более высокого качества более состоятельными это нагрузка которая на сегодня пришлась на них в виду такой проблем как расхождение швов она была компенсирована и в итоге после образования эпителия в норме ну как раз концу седьмого дня и вот этот остатки фибронекрозного налета будут просто удаляться со слюной жидкостью по сути рано будет заживать вторичным натяжением поэтому есть сюда повторно объективно и наблюдая это как не единственный случай в клинической практике коллег кто использует нашу продукцию могу сказать что конечно же идти туда повторно никакого смысла не имеет наоборот это может повлиять только на состоятельность вовсе повторные перешивания обречены на неудачу это краткое описание того чем образовался доктор и как он сам воспринял этот случай мы конечно же со своей стороны сделали все что было необходимо ну и картинка была устранена это один из клинических примеров того что вообще направление метаболического состояния ткани она упускается и все сводится либо хирургическим методикам либо к ортопедическим средствам достижения менеджмента мягких тканей либо каким-то фундаментальным общее медицинским знанием общебиологическим физиологическим анатомическим и так далее это биохимия и прочее но вот чтобы в совокупности направления имело место быть к сожалению такого мы пока не встречаем с этим было организована такая структура как академия хлорофилы и коры осины которые будет заниматься исследованием первую очередь вот этого направления именно метаболического влияния на системном уровне как оперативной фармакологии также на местном уровне как обработка операционного поля или по какие-то при медикативные мероприятия или обработка раны непосредственно после операции до снятия швов ну или какое-то более длительное применение в том числе системное это витамины или там провитаминные вещества или какие-то другие еще компоненты которые были бы первые безопасные не имели бы какого-то системного воздействия работали именно в области мягких тканей или были тропны к ним ну и так далее в общем те принципы которые заложены обязательно них расскажу чуть попозже и один из вопросов которые мы встретили на сегодня что кто-то из коллег спросил а помог ли бы в этой ситуации там конкретно указанный продукт исходя из состава он содержит противогрибковый препарат и антисептик широкого спектра действия достаточно распространен это хлоргексидин к сожалению компонентов которые бы способствовали напрямую регенерации вот этой зоне или они повышали бы содержание кислорода или они улучшали бы обменные процессы или они выводили вы как раз вот эти участки некрозной некротической массы или они выявлялись антиоксидантами антигипоксантами и всячески способствовали лучшие обмены процесса состояния тканей вокруг сожалению в составе нет поэтому ожидать что гель с антисептиком даже действительно биоадгезивные длительно находящийся на слизистой ли в данном случае да вот на зоне расхождения швов к сожалению не окажет должного эффекта которого мы ждем поэтому и своего рода можно сказать конечно в начале этого пути и постараемся убедить что всех что действительно тоже направлению хоть она и молодой но достаточно на сегодня востребована и вообще идея вот этого метаболического влияния на менеджмент мягких тканей именно с позиции их качественного состава он давно лежит на поверхности и предпосылки эти давно сформированы и тем клиническим опытом которые мы имеем на сегодня в области хирургии ортопедии те средства которыми мы добиваемся